Защитить население от распространения коронавирусной инфекции. Такая задача сейчас стоит не только перед медиками, но и работниками ЖКХ. Управляющие компании перешли на усиленный режим. Перед ними непростая задача – ежедневно обрабатывать подъезды в двух тысячах домов. Дезинфекцию входных групп в поселке Томилино проверил глава Люберец Владимир Ружицкий. Почтовые ящики, перила, стены, полы, лифты, домофоны. И это далеко не полный список объектов, которые обязательно обрабатываются хлором или спиртосодержащими растворами. Места общего пользования, а именно первые этажи домов. Управляющая компания содействия дезинфицирует дважды в день. Неплановые затраты управляющей компании. Приобретено количество с расчетом на то, что обеспечить бесперебойную обработку в течение не менее трех недель. У тех, кто проводит дезинфекцию, а их здесь 114 человек, работы прибавилось. Только в обслуживании этой компании почти 900 подъездов. Всего же в округе 6,5 тысяч входных групп. В них ежедневно обеспечивают комплексную дезинфекционную обработку. Более тысячи сотрудников всех управляющих организаций. В каждом жилом доме на стенде МКД развешан график проведения дезинфекции. Управляющие компании, сотрудники, согласно данного графика, ежедневно начинают данные мероприятия. По тем подъездам, где управляющие компании, скажем так, некорректно или не в полном объеме выполняют работы по дезинфекции. У нас есть номера телефонов аварийных диспетчерских служб. Есть непосредственно система добродел. Просьба обращаться, указывать те или иные адреса, где эти работы не выполняют. 16 марта дезинфекции подвергается и придомовая территория Люберецких МКД. В целях профилактики специальными растворами обрабатываются игровые и спортивные площадки.